Министр иностранных дел России Лавров обсудил с главой МИД Китая Ван И подготовку контактов на высшем уровне. Договор о добрососедстве и сотрудничестве между странами продлен еще на 5 лет. В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности для черных коллекторов. За угрозой применения насилия в отношении граждан будет грозить штраф либо лишение свободы на срок до 5 лет. С 1 апреля в России отменяется ряд льгот, введенных в связи с эпидемией коронавируса. Среди них новогодние выплаты на детей и реструктуризация кредитов. В Израиле начались очередные досрочные выборы. Гражданам страны предстоит избрать однополадный парламент из 120 депутатов. Крупный пожар уничтожил тысячи домов в лагере для беженцев на юге Бангладеш. Там проживали мусульмане Рахинджа, которым пришлось покинуть Мьянму. Есть погибшие и пропавшие без вести. В Омской области жители поселка Саргатская обратились в КПРФ с просьбой о помощи. Власти обещали многодетным семьям помочь финансово при строительстве индивидуального жилья. Семьи вложились в фундаменты срубы. Но когда дело дошло до реальных выплат, денег в бюджете не оказалось. Средства нет, они говорят. Деньги не хотят давать. Я уже не знаю, куда обращаться. Я уже сколько писала, сколько везде к ним ходила, постоянно пороги оббивала. Вот они руками разводят. Денег нет. Один ответ. Программа комплексного развития сельских территорий Омской области предусматривает социальные выплаты многодетным семьям на строительство собственного дома или расширение жилплощади. Часть расходов берет на себя собственник. Часть – государство. Люди начали строительство, но помощи от властей ждут уже несколько лет. Один год у меня стоял этот брус полностью без всего, без крыши, без всего. Мы ходили, оббивали пороги. У нас был губернаторский капитал, который нужно было обналичить. Так мы там с таким свинством столкнулись, и тоже со стороны работников, когда собственные деньги, собственный капитал. Пытаешься выходить, а тебе такое чувство, как будто они отдают его со своего кармана. По заявлению местной администрации, деньги в Саргатском выделяются в порядке общей очереди. Только этот порядок все время меняется, и люди оказываются дальше и дальше от начала списка. Администрация нам никак не помогает. Вот я с 2015 года стою на очереди. Сначала был первый, потом стал 15-й, потом 23-й. 60 какая-то, потом 100 какая-то, потом уже 200 какая-то. Даже здесь написано 285-я, а потом следующий уже листок на следующий год, я уже 363-я. Я напомню, что наша фракция вносила поправку, направленную на улучшение жизни на селе. Но большинством Единой России она была отклонена. Создайте им условия, помогите им, люди останутся и село будет выживать. А нет, мы видим, что все совершенно не так, как говорится. Цены растут, россияне нищают. Официальное повышение пенсии и индексация зарплат никак не покрывают реального роста расходов. Липецкий обком бьет тревогу. Необходимо как минимум ограничить ценовую политику продавцов. Растительное масло подорожало, сахар подорожал. Ну, практически все продукты подорожали. Смотрим акции, да, меньше покупаем, стараемся что-то подешевле купить. Ну, выкручиваемся. А как еще? Свои соленья. Если, там, 500-800 рублей средний чек того, что сходил в магазин, то сейчас это близко не так. То есть это полторы, две тысячи, это вот один раз сходить в магазин. Жила на севере для меня, пока эти цены были очень низкие. А сейчас? Ну, а сейчас уже понимаю, что пенсии не хватает. В 2021 году выросли цены для производителей на фуражное зерно, специи, упаковку от 7 до 15%. Это уже в два раза выше, чем заявленная годовая инфляция. Но больше всего влияет на конечную цену продавец, а не производитель. Допустим, московская колбаса у нас выходит по 480. Если мы отдаем в ритейл, в крупный ритейл, то мы знаем, сколько стоит московская колбаса. От 800 рублей и выше. Сегодня просто алчность и жадность торговцев, так называемых ритейлеров, она не имеет просто границ. Надо понимать, что капитализм другим не бывает. И людям, особенно старшего поколения, наверное, пора вспомнить советское время, где цены на протяжении долгих лет просто не менялись и были экономически обоснованными. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова